Мне часто снится бабушка перед определенными событиями. И однажды, например, был сон, она с вареной картошкой, и меня ругает, что я не накормила друга. Днем мне позвонили и сказали, что друг умер, чтобы я приезжала на похороны. И вот недавно она мне приснилась, сидела возле окна и плакала. И я боюсь, что произойдет какое-то событие, и, например, сейчас мне страшно, что что-то произойдет с мамой. Я нахожусь в христианской традиции, и мы трактуем это местом из Писания, когда Иисус говорит, оставьте мертвых своим мертвецам. То есть в моей традиции нет каких-то указаний, что делать. И вот я хотела об этом задать вопрос. Нужно ли мне об этом молиться? Хотя моя традиция говорит, что просто нужно оставить. Нет, так неправильно вы думаете. Все молятся всегда. Я знаю много других примеров. Бабушка ваша приходит не зря. Если вы почувствовали опасность, не надо дождаться, какая это опасность. Не надо пытаться ее трактовать. Нужно просто на ней концентрироваться, почувствовать объем работы, кланяться алтарю и молиться. Опасность приходит, уходит сама. Оставить мертвых наедине с собой означает не думать о них, как о мертвых. Нужно просто кланяться Богу, думать о Боге и молиться Ему. Все, кому нужно очиститься, очистятся сами. Как только человек начинает думать о том, кто ушел из жизни, он хватает духов только от этого и все. Человек должен думать о Боге и молиться. Связь с теми, кто ушел из жизни, остается в сердце по-любому. Вы не можете ее никуда не деть. Она остается, пока вы не очистите о них свою память, пока она не станет светлой. Это нужно для них, потому что ваша молитва помогает им в мире ином очиститься. В этом нет никаких сомнений. Я знаю много примеров, когда родственники, которые уже очистили, когда человек чувствует счастье в сердце, родственники приходят, говорят спасибо и уходят наверх. Они даже видят, как они наверх уходят. Мы с этим миром иным соприкасаемся постоянно. У нас нет с ним никаких дистанций. Просто мы там ничего не понимаем. Некоторые понимают. Тем более, что в Священном Писании многие описывают все процессы, которые происходят. Но противоречия нет ни между какими Священным Писанием. Те слова, которые вы сказали, означают, мы не должны своими силами пытаться кому-то помочь. Нужно думать только о Боге. Кому надо получить помощь сами. В этом нет необходимости, чтобы мы на этом концентрировались. Но если вы хотите концентрироваться, можете вспоминать. Но если в вашей вере это запрещено, то это не отменяет сам процесс. Потому что концентрация слишком сильная означает, что я погружаюсь в отношения с Духами. Человек должен думать о Боге. А родственники получают через эту молитву сами свою силу. Но если вам бабушка пришла и сказала, значит, начинайте молиться прямо сейчас. Я согласен с этим. Тоже так же воспринимаю ситуацию. Я не буду трактовать ничего. Я считаю, что вы не понимаете, куда она ведет. Я не считаю, что с вашей мамой что-то произойдет. Я считаю, что время действует с другой стороны. Бабушка вам подсказывает, молитесь. Но для этого пришла, чтобы вы начали что-то делать, а не беспокоиться. Беспокойство означает лень души. Душа, которая связана с Богом, не беспокоится, а радуется. Несмотря на объем работы. Вам объем работы подсказан. Теперь возрадуйтесь. Перемойте всю посуду на кухне. Спасибо. Спасибо.